Киркоров повторил крылатое выражение. Валерия уверена, что в носороге казах. Под этой маской скрывается Димаш. Кто в первом полуфинале шоу «Маска» на НТВ показал истинное лицо, что было в десятом выпуске второго сезона, вместе смотрим НТВ и обсуждаем в этом видео. Киркоров! В «Белом морле» в прошлом выпуске оказался тот, о ком не говорил никто, Марк Тишман. Так давайте же не опозоримся. В этот раз в жюри, как обычно, по традиции Рева, Тодоренко, в этот раз с усами будто бы Сальвадор Дали, также Родригес. Валерия ее поздравил Киркоров с днем рождения и также заявил, что в тупике. Выбрать финалистов просто, ну, победителя, ну, на мой взгляд, сейчас просто невозможно. Что нам делать? Встать и убежать сейчас? Встала и ушла? Нет! Люблю вас всех и благодарю! Давайте! Днем рождения тебя! «Маска» стала шесть, но первым вышел специальный гость – Султан. Его раньше никогда не было. Мне показалось по голосу, что это Сосо, Русо, либо же Галустян, но я не отгадал. Обратите внимание, кто это. «Султан» выглядит как 95-летний Филипп. «Если бы я был Султан, был ли холостой?» «Плохо очень иметь три яны, но очень плохо с другой стороны». Ну, я думаю, что там Евгений Баганович Петросян. Народный артист России – Бедрос Филиппович Кирконов! «А я еще хотел сказать, что похож на Бедроса, думаю, обижу человека!» «А это Бедрос!» «Дедушка!» «Тихо, тихо, возьми, что она говорит!» «Мы тебя узнали!» «Как ты узнал, Джан?» «Серьезно? До песни или после песни?» «До песни!» «После песни дурак узнает!» «Ты выходил, как ты!» Первой из конкурсных масок на сцену вышла «Неваляшка». И Валерия, и Киркоров уверены, что там Стас Пьеха. А мне кажется, что может быть и Клявер. Свою же версию напишите в комментарии под этим видео. А вот кто, может быть, в Ламе очень внимательно проанализировал. Катался на велосипеде, слушал в наушниках музыку. И мне показалось, что это либо же Басков, либо же пародист Галкин. К тому же Лама сама говорила, что может воплощаться в любого зверя. А Галкин действительно тот еще пародист. К тому же в этой песне, которую исполнила Лама, очень отчетливо, особенно в начале, слышен голос Галкина. И юность, ушедшая, все же бессмертно. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Услышал Николая Паскова. Николая Паскова. Я тоже, я тоже. Слышали сегодня? Потому что он акклимический шлон. Так мы слышим его в каждой передаче. Немного Николая есть в каждой Ламе. Кто попадет в номинацию и рискует снять маску в конце выпуска, в этот раз решали члены жюри. И это? Лама. Третьим на сцену выбежал Заяц. Раздавал всем титулы. Киркорова обозвал картофелем, потому что, говорит, настолько популярны, что есть в каждом доме. Валерия Капуста, мол, хорошо сочетается с ананасом, а Тодоренко это клубничка, сидит рядом с клубнями Киркорова. Соскучился по нам? Я скучал по вам. Ночи не спал. Днем спал. Вадим Галыгин. Крокодил иногда поет, будто бы Никита Алексеев. А также бывает, я слышу в нем сына Преснякова, либо же Газманова. Но в этот раз показалось, что там кто-то другой. Вторым номинантом на вылет по итогам голосования, как ни странно, стал... А меня раздражает наш белый цвет. Кажется, Фил меняет мнение сейчас. Наши ушки... У вас разные весовые категории. Стал ушел. Отправляйся в номинацию за свое плохое поведение, Заяц. Второй специальный гость, которого не было раньше в шоу, Слонник. Слон был, а Слонника не было. Выглядит действительно очень мило. Рева сразу же подумал, что это глюкоза, а я думал, что оперная певица. Либо же Лобода, но он прогадал. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пятую маску носорога я тоже очень внимательно проанализировал, послушал и отчетливо слышал Руслана Алихно, хотя, конечно, многие его уже отмели. А в то же время Валерия слышит там казаха. И действительно, есть моменты, где очень похоже. Под этой маской скрывается Димаш. Есть еще версия. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну и финальная конкурсная маска «Змея». Мне кажется, что вопрос уже давно закрыт. И вы пишите, я тоже согласен с вами, что там Полина Гагарина. Рева же продолжает двигать Гузееву, видимо, по приколу. А Киркоров, скорее всего, рекламирует Стоцкую и Варнаву. Песня же в этот раз у Змеи, ну, очень странная. Вот послушайте, напишите комментарий, кто это может быть. Ну и тут жюри снова пораскинули. Решили, что третьим номинантом на вылет станет. Ты уже в номинации, дорогой носорог. Позже зрители спасли зайца, а значит, носорог, либо же лама. Кто-то должен показать истинное лицо. Но тут жюри пораскинули и решили, что снимает маску. Носорог. Маску! 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 Ах, Кирилл! Кирилл! Туриченко! Ну, очень неожиданный финал. Когда услышал Туриченко, сразу же полез в Гугл. Оказалось, что это солист Иванушек Интернешнл, сам из Украины. А позже вспомнил, что в моем-то Инстаграме есть фотки и видео, где поет Туриченко. Приезжал вместе с Иванушками Интернешнл в этой же группе, поет в Минск, торговый центр, замок. Пел. Кто бы мог подумать. То есть я его видел, я его слышал, я его знал, но не узнал. А я счастлив, что я так давно тебя знаю, дорогой мой. Я всегда... О, Кирюш. Сори. А с тобой. Всегда думал об этой финальной речи. Простите, сейчас... Друзья, это слезы счастья. Поэтому все стоят и скандируют. Очень рад, что у меня такой шанс появился, и я стою здесь, на этой сцене. Я думал, что я вылечу раньше, честно говоря. Тот шанс, который мне дали здесь проявить себя, и как это произошло, и вы это почувствовали. Мне это очень дорого, правда. Мне этого очень не хватало. Я безумно вам благодарен за те слова, которые вы сказали. Это было фантастика. Вообще, от выпуска я получил массу удовольствия. Действительно, шоу «Маска» поднимает настроение, отвлекает от проблем и, так сказать, переносит в какие-то юношеские годы, а быть может и в детство. Так давайте же смотреть вместе и заряжаться вот этим вот позитивом. Подпишитесь на канал, оцените видео, напишите комментарий, и дальше будет, что вместе обсудить. Счастья, успехов, любви и только шикарного настроения. До встречи.